МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы пришли к нам в студию. Знаю, что уже утром вы успели провести пленарную сессию под названием «Роль журналистики в освещении социальных вопросов от проблем к решениям». Почему выбрали именно эту тему? И можно ли считать, что она главная для журналистики нашей страны сейчас, раз с нее инфорум начался? Тему выбрали ваши коллеги здесь, Союз журналистов Алтайского края. Потому что раньше было немножко по-другому. Когда меня выбрали, это было уже 7 лет назад, я стал ездить в регионы, и мне стали жаловаться коллеги. Приезжают москвичи, проводят какие-то форумы сами для себя, нас ни о чем не спрашивают, и уезжают. Тогда мы решили делать по-другому. У нас во всех регионах страны есть отделение Союз журналистов, теперь в 89 регионах, в новых тоже. И там коллеги сами решают, когда провести вот этот образовательный форум. Находят зал и придумывают тему, о которой стоит поговорить. Также просят привести специалистов, о которых знают, и которые могут рассказать что-то новое о профессии, и обо всех аспектах журналистики. Вот сегодня, кстати, очень много говорили про искусственный интеллект, и сейчас там будут лекции об этом и встречи на эту тему. Так что тему придумали представители Союза журналистов Алтайского края. Кстати, Союз журналистов региона у нас на очень хорошем счету. Он у нас двадцатки лучших. Так что, несмотря на то, что всего 160 человек входит в состав Союза журналистов Алтайского края, у нас есть такая поговорка «нам не нужны все, нам нужны лучшие». Поэтому есть достаточно жесткая фильтрация при вступлении. А те, кто попал, мы считаем элитой российской журналистики. Как понять, кто лучше, не лучше? Какие критерии в оценке? Когда человек вступает в Союз, он предоставляет свои творческие работы, предоставляет характеристику от двух членов Союза, у которых стаж больше пяти лет, то есть нужны рекомендации. И, конечно, в каждом регионе про всех все знают и понимают, насколько есть отношение аудитории к этому журналисту, насколько есть доверие и уважение аудитории. Из этих критериев и исходят при вступлении в Союз. Если все-таки возвращаться к теме пленарной сессии, социальная журналистика, наверное, очень востребована и в наше время, помощь людям, да, это то, зачем многие идут в профессию. О чем все-таки сегодня говорили с коллегами Алтайского края? Говорили обо всех проблемах, которые существуют в журналистике, не только о социальных. Кстати, если уж говорить о том, что важно помогать людям, мы недавно сделали новую линейку наград. Теперь у Союза журналистов есть медали, шесть новых медалей. Одна из них называется «За помощь людям». Потому что часто бывает, что журналист находит такую тему, которая спасает буквально человека или коллектив, или людей, и очень сильно помогает. Вот за это будем вручать такие награды. Социальная журналистика – это отдельный и очень важный вид, важное направление нашей профессии, она непростая очень. Нужно написать интерес на каких-то бытовых проблемах. Но те, кто это делает красиво, те, кто пользуется заслуженным авторитетом у аудитории, значит, они профессионалы, значит, их будем и награждать. Помню из своей учебы в университете книгу, которую свой журналист в 98-м году выпустил «Власть, зеркало и служанка. Энциклопедия жизни современной российской журналистики». Какие вопросы мы, соответствующие сегодня, себе задаем? Кто мы? Как мы определяем? Какие ответы мы находим? То есть это о роли журналиста с точки зрения самого журналиста? Журналистика всегда остается глазами и ушами общества и нервом, что называется, общества, потому что наша задача – искать проблемы, которые можно исправить, и говорить и о хорошем, и о плохом. Очень важно об этом говорить правильно. Мы живем сейчас в очень непростое время, в очень тяжелое, в переломную эпоху, но она невероятно интересна для журналистов, потому что тем, о чем писать, сейчас просто очень много. Понятно, что очень много всего сейчас связано со специальной военной операцией, и мы видим, как достойно работают наши военкоры. К сожалению, с моими коллегами и друзьями военкорами часто приходится встречаться и на похоронах. Увы, эта профессия невероятно тяжелая и опасная. Мы видели, что сейчас произошло с Женей Поддубным, но, слава богу, остался жив. И вроде как идет на поправку. А мы его сейчас ждали на нашем форуме, самом большом в мире журналистском форуме «Вся Россия в Сочи», который начнется через месяц. Наверное, через месяц он до нас не доедет, но приедут другие военкоры, которые сейчас вместе с нами много ездят по стране и рассказывают ту самую окопную правду, какие-то детали о том, как готовиться к экстремальным командировкам. Это тоже важно, чтобы не попадали на фронт необученные коллеги, и чтобы они знали какие-то элементарные вещи, как готовить логистику, производить опасных командировок, как оказать помощь себе и товарищу, то есть какие-то элементы военной медицины, и как остановиться, кстати. Нужно иногда останавливаться и понимать, что ни один репортаж не стоит жизни, а важно этот репортаж сделать правильно и успеть отправить в редакцию. Вот об этом мы коллегам рассказываем всегда. Ну и вы это можете говорить из личного опыта, тоже несколько конфликтов, да, как журналисты освещали в свое время. Да, пришлось, и моя профессиональная вообще жизнь началась во многом с главной редакции информации центрального телевидения, но тогда в 1991 году пропали без вести Виктора Нагина и Геннадий Куреной, это собственные корреспонденты еще центрального телевидения СССР в Югославии, тогда началась там война, а я оказался единственным корреспондентом, хоть и достаточно молодым, кто знает сербо-хорватский язык, кто знает лично Нагина. Так получилось, что я родом из города Нагинска, в честь которого, в честь деда Виктора Нагина назван мой родной город. А я когда писал диплом на факультете политических наук в Белграде, я с ним там познакомился, вот, и получилось, что подхватил, что называется, выпавший микрофон, мы их там искали с моим другом и коллегой, оператором Анатолием Кляном, который вот уже 10 лет назад погиб от шальной пулей под Донецком, вот, а там мы проработали больше 7 лет вместе, в целом я прожил, проработал на Балканах больше 10 лет, вот, ну а потом уже, когда вернулся в редакцию, сказали, что да, опытный, давай, одна чеченская война, другая чеченская война, потом конфликт на Ближнем Востоке, а я проработал там в общей сложности, прожил, проработал в Иерусалиме полгода за 9 поездок, когда были, когда началась интифада, когда были взрывы террористов, проехал весь сектор газа, кстати, до Ханьюниса, до границы с Египтом. Еще один интересный момент, который на информе затрагивается, это те вызовы, которые современные технологии нам делают, например, сейчас телевидение считается, что в оперативности, ну, наверное, так и есть, проигрывает человеку со смартфоном в руках, вот эти вопросы тоже затрагиваются, и решения какие-то находятся, то есть как должны трансформироваться современные СМИ, чтобы не проигрывать людям без профессии, без опыта? Действительно, об этом тоже говорили, говорили о невероятной конкуренции со стороны авторов телеграм-каналов, ютуберов, блогеров, кстати, блогеров мы не берем в Союз журналистов, мы считаем, что блогеры хотят иметь права журналистов, но не хотят иметь их обязанности, то есть если человек принимает на себя обязанности журналиста, проверять информацию, тогда это наш человек, вот, а пока он блогер, это может делать каждый, а если все журналисты, то никто не журналист, и об этом тоже, конечно, говорили, а что касается человека со смартфоном, я тоже, кстати, об этом рассказывал, сегодня очень многие мои друзья и коллеги, например, военкоры, работают даже без оператора, раньше мы работали с оператором, который носил на плече здоровую камеру битакам, из-за этого у всех операторов было искривление позвоночника чаще всего, теперь настолько качественно делаются камеры современных смартфонов, что этой картинке достаточно для показа на самом большом экране, поэтому часто военкоры лезут куда-то в самое опасное место без оператора, просто со смартфоном, и делают стендап в виде селфи, вот, и снимают сами на смартфон, на смартфоне же монтируют, и если появляется интернет, отправляют в редакцию, то есть это, конечно, гораздо проще, чем искать местное телевидение, делать коннект через спутник, и отправлять, как материалка, связь со спутником все время теряется, это, в общем, сколько нервов на это всегда уходило, сейчас все гораздо проще, вот, современные технологии позволяют делать очень много всего гораздо быстрее, чем раньше. И вот такие готовые, наверное, примеры из жизни, из опыта Инфорум, его эксперты как раз вот и транслируют, да, то есть зачем придумана эта встреча, интенсив, я вот к этому. У нас в уставе «Союз журналистов» написано, что мы должны стараться постоянно повышать образовательный уровень коллег, и мы уверены, что журналисты, так же, как и врачи, должны постоянно стараться повышать свой профессиональный уровень, потому что пока пишешь статьи или бегаешь на съемки, трудно уследить за тем, куда идет, как развивается профессия. А все сейчас развивается стремительно, появляется искусственный интеллект, который иногда помогает, иногда мешает, появляются новые технологии, и вот об этом мы рассказываем на наших образовательных форумах, которых мы провели уже около 70 за 7 лет, от Чукотки до Калининграда и до Мариуполя, в этом году начали с Мелитополя, Мариуполя, Симферополя, вот оттуда, в новых регионах тоже. А итог всего мы подводим каждый год на самом большом в мире журналистском форуме «Вся Россия», который в этом году уже в 28-й раз в сентябре начнет свою работу на берегу Черного моря, в Сочи. Это действительно самый большой в мире форум журналистов, такого никто не делает, даже китайцы. Больше тысячи человек из многих стран мира, из всех регионов страны, и за 6 дней бывает до 80 мероприятий. Встречи, творческие вечера, премьеры фильмов. И там коллеги знакомятся, общаются, начинаются новые контакты, потом ездят друг к другу, даже из соседних регионов. И мы стараемся поддерживать эту традицию. Те, кто побывал на форуме в Сочи, они все время стараются туда вернуться, потому что это незабываемые впечатления и для жизни, и для работы. Потому что журналисты привыкли фактам доверять, и всегда, когда нам кто-то говорит, что есть положительный эффект, мы говорим, а приведите примеры. Вот с инфорумом можно ли привести примеры, как изменилась журналистика в России до и после этого интенсива? Насколько стали образования, может быть, подковывания специалистов в регионах? Ну, коллеги просят иногда помочь им разобраться в каких-то не только новых технологиях, например, работать с коптером, тоже важно сейчас. Или в Татарстане вдруг попросили, давайте потренируемся делать ролики для ТикТока. Когда мне с этим пришли коллеги, я говорю, ну, где Союз журналистов, а где ТикТок? Ну, если хотят, давайте попробуем. Вот бегали, что-то снимали, значит, получилось. А, в принципе, по итогу наших встреч, подобных форумов, где мы обсуждаем все проблемы, где мы награждаем, кстати, самых лучших, а это важно, когда коллеги награждают, потому что журналисты – люди ранимые. И когда награждают коллеги и говорят, что действительно, вот, хорошо сделал, это очень важно. Вот. Ну, и в результате обсуждений и на наших инфорумах, и на наших сочинских форумах появилось такое понятие, как там 21-22 кнопка на разных телеканалах, появились вставки на ОТР разных телеканалов, появились письма, например, премьер-министру в начале эпидемии ковида, когда, по сути, мы впрыгнули в последний вагон, и наша вся отрасль была признана одной из наиболее пострадавших от ковида, и пошла очень серьезная помощь правительству. Вот. И это очень важные вещи. И не так давно мы после обсуждения на этих наших встречах и форумах вместе с Павлом Николаевичем Гусевым, он глава Союза журналистов Москвы, написали письмо президенту о том, чтобы стараться сохранять на полках в больших супермаркетах прессу и сохранять киоски по стране, которые исчезают. Как-то очень быстро эта бумага сработала, и были несколько заседаний в Минпромторге, куда вызывали представителей сетевых крупных супермаркетов, и разговор там был очень жесткий с ними. И было требование не выбрасывать прессу, не заменять ее на мандарины и картошку, вот оставить, чтобы был процент определенной прессы на полках каждый день. Еще один признак нашего времени, даже вот когда я был еще студентом, мы мечтали прийти в журналистику, мечтали попасть на телевидение, а сейчас у нас такой, мне кажется, всеобщий кадровый голод. Молодежь не мечтает идти в журналистику, наверное, и потому, что они видят другую сторону, да, блогерство и прочее. Знаю, что у Союза журналистов есть инициатива программы «Земский журналист» по аналогии «Земский учитель». Насколько это уже проект, который, можно говорить, готов к реализации, и можно ли ждать, потому что у нас сельский регион и районные газеты сильно страдают. Действительно, это очень важно, и уже несколько лет, и я и мои коллеги говорим о том, что нужно наравне с «Земским доктором», с «Земским учителем» ввести вот этот вот формат «Земского журналиста». Сейчас это обсуждалось вот среди тех, кто был, я тоже был в их числе доверенными лицами президента на выборах, и мы там обсуждали, там была отдельная секция журналистов, и именно от всех журналистов я выступал и говорил, что нужно ввести этот формат. Машков от имени артистов говорил, что нужно ввести заслуженного, пардон, что нужно ввести «Земского работника культуры». Вот с «Земским работником культуры» случилось, и об этом президент тоже говорил, а тема с «Земским журналистом» еще до руководства страны не дошла, но мы будем стараться делать все, чтобы это все-таки получилось, потому что действительно районные газеты испытывают невероятный кадровый голод, и нужно закреплять людей на земле, строить дом, давать миллион, так же как докторам, как учителям, чтобы все-таки продолжалась работа, основы нашей журналистики, районных газет, и мы будем стараться и помогать изо всех сил. Владимир Михайлович, конечно, журналистика прогнозами и будущим занимается редко, у нас действительность, наша поле деятельности, но все-таки ближайшие 5-10 лет, что ждет нашу журналистику, как будет меняться, трансформироваться, то есть о нашем будущем, на ваш взгляд? Наша журналистика сейчас проходит, действительно, как и вся страна, проходит очень непростые времена, такой мобилизационный формат работы начался еще во время ковида, и коллеги наши показали, что они могут работать в чрезвычайных и экстремальных условиях, и очень многие поняли для себя, что они не испугаются, могут одеть этот комбинезон и войти в красную зону, где можно заболеть, можно заразиться, а кто-то и скончался даже после этого. Вот, коллеги поняли, как относиться к самому себе в профессии после начала специальной военной операции, очень многие побывали там, на фронте и рядом с фронтом, очень многие занимаются гуманитарной помощью, кстати, многие редакции районных газет стали такими центрами сбора гуманитарной помощи и обмена информацией о том, что происходит на первой линии. Вот, то есть наша журналистика сейчас очень достойно проходит все эти испытания, и я думаю, что она выйдет из этих испытаний закаленной, готовым к любым, наши коллеги будут готовы к любым поворотам в профессии. В принципе, основные постулаты журналистики, они остаются всегда. Будут, наверное, меняться технологии, будут появляться новые какие-то форматы. Десять лет назад никто не думал, что мы будем с утра читать телеграм-каналы, может быть, появится что-то новое. Конечно, технологии могут уйти далеко вперед, но основные задачи журналиста найти информацию, проверить ее и как можно быстрее донести до своего читателя, зрителя, слушателя, это останется навсегда. Спасибо большое за интересный разговор, спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Зрителям я напомню, что сегодня мы говорили о будущем, о настоящем журналистике с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. До встречи.